МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Доме своем весело живем в Московской области решается вопрос обеспечения многодетных семей семейными участками. Я гражданин Подмосковья. На базе спортивного курорта Сарачаны прошел молодежный слет, приуроченный ко дню государственного флага. Люберчане покорили Эльбрус. Представители Российского союза спасателей и союза промышленников и предпринимателей на днях завершили свою экспедицию, начавшуюся в конце июля этого года. Теперь обо всем этом более подробно. Оперативная обстановка в городе и районе, благоустройство территорий и успехи наших пожарных. Это и многое другое обсудили на еженедельном оперативном совещании в администрации района. Руководители предприятий и служб, а также главы городских поселений рассказали о проделанной работе и поделились планами на будущее. Подробности далее. За прошедшую неделю в дежурную часть полиции поступило 827 обращений граждан. Возбуждено 56 уголовных дел, 38 из которых раскрыто по горячим следам. Об этом собравшимся рассказал начальник межмуниципального управления МВД России Люберецкая Евгений Романцев. Резонансы и преступления это было у нас в первом городе убийство. Муж жену убил, то есть задержан. Самим со следственным комитетом проводится проверка. Также на 116-м квартале жена с мужем тоже не поделили, нанесла ему 5 ножевых ранений в оба сердца. От полученных ранений гражданин в реанимации скончался. Помимо этого за последнюю неделю участились преступления, совершенные лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации. Причем поражает и их количество, и степень жестокости. Также сотрудниками полиции проводилась проверка похищения ребенка 15-летнего в Томилино, которого украли, цыгане увезли в Тамбов. Совместно с тамбовскими правоохранительными органами МВД, то есть штурмом со спецназом был взят дом, цыган задержан, арестован по статье 126, похищение несовершеннолетней. По дороге пока ее увезли, они ее изнасиловали, эти люди задержаны, находятся сейчас здесь. Прошедшая неделя была не менее насыщенной и у сотрудников пожарной охраны. За 7 дней на дежурный пульт 01 поступило 27 обращений, было зафиксировано 6 пожаров. 22 августа дом 375, дробь 2А, автомобиль Мерседес, без госномера, обгорел по всей площади. Также 22 августа Люберце, улица Московская, дом 1, в 9-этажном жилом доме обгорела проводка, приквартирный тамбур на площади 6 метров квадратных, без пострадавших. Что касается сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, то всю прошедшую неделю они вели подготовку к предстоящему отопительному сезону. Уже в эту среду состоится совещание, на котором специалисты обсудят проведение пробных запусков всех котельных. Качество объявления хотел бы довести до руководителей предприятий и руководителей социального сектора. На этой неделе, в среду, проводим комиссию города Люберцы по подготовке к зиме. Глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий в очередной раз обратил внимание руководителей предприятий и служб на демонтаж незаконно установленной рекламы в городе. По его словам, на фасадах жилых домов и магазинов не должно быть растяжек, на которые предприниматели не имеют соответствующих документов. Ольга Чуканова, Олег Лобанов, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. В Московской области реализуется закон по обеспечению многодетных семей земельными участками под строительство жилья. Об этом на прошедшей встрече с жителями в Люберецком районном дворце культуры рассказала министр социальной защиты населения Московской области Валентина Лагункина. Подробности далее. Своё выступление министр социальной защиты населения начала с освещения наиболее актуальных вопросов социальной сферы Московской области, а также способов их решения. В области здравоохранения до 2016 года запланировано строительство 35 сосудистых центров, а также создание электронной регистратуры и единой диспетчерской службы скорой помощи. Рассматривается внедрение мобильной медицинской авиации. С целью сокращения очередей в детские сады за последние полугодия было построено 22 дошкольных учреждения. По словам Валентины Лагункиной, для того, чтобы здоровье и физическое состояние подрастающего поколения было в удовлетворительном состоянии, должна быть решена проблема нехватки физкультурно-оздоровительных комплексов. Сегодня в Подмосковье много ледовых дворцов новых построенных, много спортивных площадок, но, к сожалению, не весь день и во всех муниципальных образованиях удовлетворяется потребность в этих услугах. Помимо строительства социальных объектов, речь шла и о жилой недвижимости. В данный момент на рассмотрении находится проект о многоквартирных домах эконом-класса, стоимость которых будет не выше 40 тысяч рублей за квадратный метр. Вместе с этим была озвучена проблема обеспечения жильем мигрантов. Теперь поиском квартиры или комнаты для приезжих работников будут заниматься их работодатели. Сейчас разрабатывается нормативная база для того, чтобы обязать все предприятия и организации, которые заказывают квоты на привлечение иностранной рабочей силы, чтобы они создавали для них соответствующие условия, чтобы были для них общежития, чтобы они не нарушали их порядок и так далее. По окончании выступления Валентина Лагункина ответила на вопросы присутствующих. Некоторым было важно услышать, какие изменения происходят в отношении многодетных семей. Приятно, что в нашей области детям пособия платят больше, чем в других местах. Приятно, что у нас изыскивают возможность выделять землю для многодетных семей. А семям, имеющим семь детей и более, выделяются квартиры. Многие присутствующие отметили, что в ходе встречи с министром получили не только ответы на волнующие их вопросы, но и узнали о том, какие изменения происходят в настоящее время в сфере социальной защиты населения. Вот такие встречи нужны. Не все же знают, не все читают прессу, к сожалению, и не вся эта информация успевает даваться по телевидению. Подобные встречи проводятся регулярно. По словам министра, только при наличии обратной связи с населением можно говорить об эффективности разработки и принятии нормативно-правовой базы для решения проблем в социальной сфере. Татьяна Валько, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Я гражданин Подмосковья. На базе спортивного курорта Сорочаной прошел молодежный слет, приуроченный ко дню государственного флага. Более 12 тысяч человек из 72 муниципальных округов Московской области приехали в Дмитриевский район, чтобы принять участие в мастер-классах, круглых столах, спортивных и творческих мероприятиях. Не остался в стороне и Люберецкий район. Подробности узнал наш корреспондент. Молодежный слет «Я гражданин Подмосковья» проходит в области впервые. Ожидается, что он станет аналогом знаменитого Селигера. Первые участники молодежного собрания появляются здесь рано утром, чтобы успеть побывать на всех площадках. Сделать это нелегко, ведь на огромной территории Сорочан расположилось больше 18 тематических отделов, среди которых площадка для воркаута, баскетбола, граффити и скейтбординга. Помимо этого здесь проходит выставка гоночных автомобилей и мотоциклов. На двух сценах выступают танцевальные коллективы и команда КВН. Каждая новая площадка заряжает ребят энергией и дарит всем хорошее настроение. Атмосфера вообще замечательная, вообще супер, заряжается позитивом, вот эта энергия, вот эти все мероприятия, они прям сплощают людей. Слет был организован по инициативе в Рио губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сам он также принял участие в мероприятии, поприветствовал со сцены всех собравшихся. Мне очень приятно сегодня видеть вас всех на этой площади, на выставке, которая проходит рядом. Я хочу пожелать всем хорошего настроения и только ярких побед. Люберецкая молодежь, в основном члены районного молодежного парламента, также с удовольствием посетили Дмитриевский район и приняли участие в большинстве мероприятий, которые прошли на территорию слета. Начальник управления по работе с молодежью администрации Люберецкого района Борис Новиков отметил, что подобные встречи сплачивают все Подмосковье и проводить их следует каждый год. У нас прекрасное будущее, у нас замечательная молодежь, особенно в Люберецком районе, потому что она разносторонняя. Мы в этом плане работаем, мы общаемся, стараемся везде понять, услышать, выслушать, что-то вместе сотворить. Итогу молодежного слета стал грандиозный флешмоб. Больше 12 тысяч человек, одетые в футболки белого, красного и синего цветов, выстрелились в виде российского флага, а в небе появились шары и фейерверки аналогичных цветов. Кристина Моносорян, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайте канал. Субтитры делал DimaTorzok Вы смотрите новости Люберецкого районного телевидения. Мы продолжаем. Больше активности, больше возможностей. Депутаты Сергей Черкашин, Александр Мурашкин и Дмитрий Филимонов встретились с жителями южной части Люберец. Темой разговора стало благоустройство территорий, качество детских игровых комплексов и даже площадка для выгула собак. Какими люберчане хотят видеть свои дворы и что им хочется в них изменить, узнала наша съемочная группа. Яблоком раздора во дворе этого дома на улице Космонавтов стала площадка для выгула собак. Довольно уютная и хорошо оборудованная. Правда, животных на ней в это время не было. А вот несколько малышей вместе с родителями избрали это место почему-то для отдыха. Несмотря на то, что этот объект для них небезопасен. Приехавшие на встречу депутаты и пытались разобраться, чем так не угодила многим эта площадка. Ведь всегда мы этих же собачников порой ругаем с вами. Вот у меня нет собаки, клянусь вам. Ругаем. Ты не тут сидишь. Они нам всегда вопрос задают. А куда же нам идти? А мы даже указать им это место не можем, потому что его нет у нас. Минуточку. Послушайте. Послушайте. Минуточку. 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 Послушайте. В ходе встречи люди высказывали свои предложения по благоустройству придомовой территории. Унесите этот собачник на космонавтов на улицу. Там же все-таки в гараже сломали. Там нет детей. Там нет никого. Выскочит собак и того же ребенка укусит. Вот только куда убрать площадку для выгула собак, чтобы она никому не мешала. Задача не из легких. Ведь такой объект нежеланным окажется в любом дворе. Даже в самом дальнем. Большинство против. И в целом немножко, может быть, мы на самом деле не подумавши сделали, что этот собачник здесь как-то появился. То есть я все-таки предлагаю его на какое-то время демонтировать. Определиться с благоустройством территории. Демонтировать это не так сложно. В конце концов, это можно у меня на территории пока временно эти сооружения разместить. Определиться с благоустройством этой территории. Собрать подписи жильцов. Определиться, где будет у нас цивилизованный какой-то собачник. Я сейчас другой ситуации на самом деле не вижу. Иначе мы ни к чему не придем. Жители говорили о том, что машины загромождают двор, потому что нет парковочных карманов. Что контейнеры стоят в неудобном месте. Что двор необходимо заасфальтировать. Потому что после дождя здесь не пройти. Словом, пожеланий было много. Ну, просто хочу, чтобы действительно нам оградили дворик. Завезли вот здесь вот землю, травку мы сами даже посадим. Оградили, чтобы вот хотя бы вот возле этой песочницы не стояли машины. И мы вот люди уже все начинаем, у нас возраст уже подходит. Скамеечки. Мы можем хотя бы с магазин подойти, чтобы сумками поставить, посидеть немножко. Вместе с тем, для отдыха детей и взрослых рядом есть замечательное место. Так называемое жителями березовой рощи. Нынешним летом здесь все преобразилось. Особенно много перемен произошло на детской игровой площадке. Хороший городок, да. Только вот можно было бы как-то разделить, где большие, где маленькие дети. Потому что маленьких вечером постоянно большие как бы сталкиваются с качели, если без мамы или где-то. А так вообще все прекрасно. Нам очень площадка нравится, да, Илья? Здесь очень хорошо, весело, много людей гуляет, скучно может быть. Только на школьном дворе там площадок таких нет. А вот родители высказывали много пожеланий по поводу обустройства игрового комплекса. Горки абсолютно небезопасные. Качели вот эти желтые повесили три дня назад. Здесь за пять минут пять человек падает с них. Разбивают голову и спину. Говорили, что здесь должно быть покрытие резиновое. А здесь что? Вы знаете, когда дети бегают, пыль, это вот дождик прошел, принял. А так пыль коромыслом. Вы представляете, чем они дышат? Сергей Черкашин выслушал все претензии родителей и отметил, что они будут учтены в его депутатских планах. В дальнейшем, в будущем, совместно с жителями уже определить вектор развития. Даже того спортивного городка, либо детского городка. Пожелания наших малышей, скажем, качели, да, они отвечают требованиям безопасности. При этом надо признать, что Березовая роща благодаря заботе депутата стала любимой зоной отдыха для люберчан всех возрастов. Лилия Хайрулина, Валентина Верченко, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Общение для пользы дела. Начальник управления ЖКХ администрации города Люберцы Бронислав Кореновский провел встречу с люберчанами. О том, какие проблемы волнуют жители, проживающих на улицах, обратим, узнал наш корреспондент. Большинство из тех, кто проживает в доме номер 21 по улице Митрофаново, заселили сюда еще в 86-м году. Сразу после сдачи квартир в эксплуатацию. Они утверждают, что за все это время территория рядом с домом ни разу не благоустраивалась. Асфальт под воздействием времени покрылся трещинами, образовались многочисленные ямы. Огромная площадь, выделенная под детскую площадку, используется как хранилище строительного мусора. Нам обещали сделать хороший тротуар, поднять его, сделать бордюры, столбики. И в результате ничего не сделали, сделали только заплатки. Еще одна проблема, с которой постоянно сталкиваются проживающие в 21-м доме люди, касается высокоскоростного движения автомобилей, что связано с безопасностью жителей. Когда там пробка, все едут через нас. То есть все это. И боимся за детей. Детей никуда не можем отпустить все время за руку. Жителям 21-го дома по улице Митрофаново хотелось бы, чтобы в их дворе была обустроена комфортная зона отдыха. Лавочки для пожилых людей и игровая площадка для малышей. Кристина Монасарян, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Люберчане покорили Ильбрус. Представители Российского союза спасателей и союза промышленников и предпринимателей на днях завершили свою экспедицию, начавшуюся в конце июля этого года. Она была посвящена 70-летию освобождения Кавказа от немецко-фашистских войск. О выполненных задачах и о впечатлениях тех, кто побывал на знаменитой вершине Кавказа смотрите в нашем сюжете. Покорение высочайшей вершины Европы, горы Ильбрус, было запланировано двумя организациями Люберецкого района. Российским союзом спасателей и союзом промышленников и предпринимателей. 27 июля у Вечного огня, напутственными словами, глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий проводил участников экспедиции. Он передал им флаги, которые в памяти восхождений, впоследствии были установлены на вершине Ильбруса. Три года назад была заложена такая традиция, и в ней принимал участие председатель комитета по физкультуре и спорту долгов Сергей Николаевич, тогда от администрации, и я от нашей спасательной службы. Ну и в этом году эта традиция имела место быть продолжением. Добираясь до поселка Терскол, откуда и планировалось начать восхождение, группа посетила ряд российских городов. В Воронеже представители Российского союза спасателей провели встречу с воспитанниками детского дома номер один. В Ростове-на-Дону и Минеральных водах они посетили военные обелиски и захоронения. В Терсколе группа приступила к основным тренировочным занятиям перед восхождением. Это было необходимо для достижения оптимальной физической формы и акклиматизации. Но даже несмотря на проведенные тренировки, покорить вершину удалось не всем. Из 11 человек группы предпринимателей на Ильбрус взошли только пятеро. Я когда шел, у меня все время было желание развернуться и уйти назад. И я все время себе говорил, и зачем я сюда приперся, и зачем мне это надо, и кому это нужно, и зачем себя так убивать. Но впереди шла моя жена, и я ей все время говорил, пойдем назад, Надежда, пойдем назад, еще есть шанс, еще есть шанс, еще можно, еще можно повернуть назад. Нет, нет, надо дойти, надо дойти. И вот благодаря ей, единственной женщине, которая в нашей делегации дошла до вершины, Надежда была такой, что она меня привела. Стартовав в 5 часов утра, группа покорила вершину уже к полудню. Однако, рассказывая о своих впечатлениях о восхождении, словосочетание «покорить вершину» Сергей Николаевич старался избегать. Когда поднимаешься на вершину и видишь вот эту красоту, когда облака под тобой далеко внизу, вот вершина тебя покорила своей красотой и своей силой. А ты не можешь вершину покорить, потому что ты уставший, вымученный и очень в жалком состоянии находишься. Экспедиция выполнила все поставленные перед собой задачи. Среди них была установка государственных символов и символов Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» на вершину Эльбруса, благодаря которой группа вернулась в Люберце целой и невредимой. Задача нашей службы была сделать так, чтобы не было ни травм, ни каких-то происшествий. И я считаю, что наши спасатели, Люберецкие спасатели, я подчеркнул бы, которые тоже уже умеют ходить в горах, показались самой лучшей стороны себя. По словам Олега Хатина, важно своим примером пропагандировать здоровый образ жизни. Он уверен, что опыт покорения вершины станет достойным для подражания у люберецкой молодежи. Дмитрий Хахуля, Татьяна Валько, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него на нашем канале смотрите программу «Открытый диалог». Далее эфир ЛРТ продолжит программу «Мастер-класс». Напомню, что в эту среду в 20.00 в эфире Люберецкого районного телевидения состоится прямой эфир с участием первого заместителя главы администрации города Люберцы Александром Алешиным. Свои вопросы вы можете задавать заранее по телефону редакции 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Также призываем наших телезрителей поддержать Люберецкое районное телевидение в конкурсе на лучший медиасайт.ру 2013, в котором мы принимаем участие. Все подробности на нашем официальном сайте www.lrt.tv. В студии была Ольга Чуканова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин